Крылья Советов вылетают из элиты отечественного футбола третий раз за последние шесть лет. Чтобы не получить статус команды лифта, нужна серьезная работа над ошибками. Разбор полетов накануне провел лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам от своих постов освобождены топ-менеджеры Крыльев, спортивный директор Геннадий Голубин и генеральный директор Виталий Шашков. Я правильно вас понял? Может поднял по-другому, что главные причины у нас в стечении обстоятельств того, что задача не была решена. Просто вот так звезды сложились, все против нас. Команда на поле умирала, менеджмент выстроил четкую систему управления клубом, подготовку. Ну вот не повезло. Вот так будем рассуждать. Но это называется по-другому. Полный непрофессионализм. Вот и все. Вот никак по-другому. Новым спортивным директором самарцев назначен Сергей Корнеленко, легенда Крыльев. Специалист последние два года работал одним из тренеров в главной команде. Самара за 10 лет практически стала для меня домом, родным городом, любимым городом. Со всей ответственностью, конечно, хочется работать, быть полезным клубу. На поле Самара-арены в этом сезоне Королям Советов предстоит провести еще 20 игр. 21 матч они сыграют в гостях. Эксперты однозначно причисляют самарцев к фаворитам турниров НЛ. На победу и выход в элиту российского футбола по итогам сезона настроился новый главный тренер Крыльев Игорь Осинькин, который уже работал в Самаре, знает, как раскрывать лучшие качества футболистов. Самое главное, наверное, то, что люди переживают крылья Советов не на своем месте, когда она в ФНЛ. Наряду с решением спортивных задач клуб должен разработать стратегию развития. Документ необходимо утвердить совместно с Советом директоров, тренерами, общественниками, болельщиками, подчеркнул Дмитрий Азаров. Не менее важной целью разработка новых стандартов качества работы для менеджеров, наращивание доли внебюджетных доходов, оптимизация средств, закрепление в основном составе местных молодых футболистов. Это должна быть в хорошем смысле пирамида подготовки профессиональных футболистов. Мы должны создать систему подготовки и систему мотивации, в том числе тренеров, чтобы они готовили футболистов для нашей главной команды. Не просто футболистов, а именно готовили их для крылья Советов. Средств на основную команду в новом сезоне выделят меньше. Затраты из-за вылета в ФНЛ уже снизились. А высвободившиеся ресурсы направят на развитие детского и юношеского футбола региона. Леонид Кошман, Дмитрий Столяров, Константин Макаревич. Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok